Новые депутаты, новый руководитель аппарата регионального парламента. В собрании депутатов кадровые перестановки. Подводим итоги очередной сессии. Первые итоги года. Прокурор Ненинского округа сегодня выступил с большим докладом о стоянии законности и правопорядка на территории региона, о чем еще шла речь. Взяли под контроль в многоквартирных домах на авиаторах. Отныне будут отслеживать температурный режим после проведенных этим летом утеплительных работ. Расскажем подробности. Умники и умницы. Семеро студентов из Ненинского округа стали финалистами престижной национальной премии. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги дня в студии. Олег Итанзейский. Мы начинаем. В 28-й состав собрания депутатов вошел директор ТПП «Лукоилл Севернефтегаз» Николай Новожилов. Обязанности депутата он будет исполнять на непостоянной основе. В соответствии с окружным законом, торжественную присягу депутат принес на третьей сессии регионального парламента. Кроме того, сегодня собрание депутатов согласовало кандидатуру Татьяны Маламан на должность руководителя аппарата парламента. В соответствии с регламентом собрания депутатов, руководитель аппарата назначается на должность председателем регионального парламента по согласованию с депутатским корпусом на период его полномочий. Татьяна Маламан долгое время проработала в системе образования и имеет опыт работы на руководящих должностях. В целом, представленная кандидатура соответствует квалификационным требованиям, установленным законодательством о госслужбе, сказал председатель собрания депутатов Александр Лутовинов, представляя Татьяну Маламан. Ну и сегодня же окружные парламентарии приняли поправки в окружной бюджет на текущий год и плановый период. Общая сумма расходов на трехлетний период не изменилась. Произошло перераспределение средств по департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Освободившиеся и сэкономленные по итогам торгов бюджетные средства будут направлены на реализацию социально значимых инвестиционных проектов и финансирование уже заключенных госконтрактов в сфере строительства. Всего перераспределено 841 миллион рублей. Большая часть средств, 703 миллиона, будет направлена на жилищное строительство. Кроме того, в бюджете предусматриваются средства на возобновление строительства молодежного центра, на субсидии юрлицам, для обеспечения доступности коммунальных услуг, строительства детсада в селе Несь, на мероприятия по благоустройству муниципалитетов. В следующем году прожиточный минимум для старшего поколения в Ненецком округе составит 17 956 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Законопроект принят сегодня на сессии окружного собрания депутатов в окончательном чтении. Величину прожиточного минимума для пенсионеров ежегодно определяют законодательно для установления социальной доплаты к пенсии. Она устанавливается законом округа и доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября, предшествующего наступлению очередного финансового года. Величина прожиточного минимума пенсионера рассчитана на основании потребительской корзины в регионе. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, при расчете прожиточного минимума на 2019 год произведен перерасчет величины прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Оценка показала, что он составил 16 830 рублей. Законом прожиточный минимум пенсионера в Ниньском округе установлен больше этого значения, не ниже уровня текущего года. Напомню, в регионе жители старшего поколения, еще пенсионное обеспечение вместе с доплатой к пенсии ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из окружной казны до уровня прожиточного минимума, установленного на территории субъекта. По информации отделения социальной защиты населения, таких граждан на сегодня 1186 человек. Сегодня же на сессии окружного собрания депутатов прокурор округа Николай Егоров представил доклад о состоянии законности и правопорядка на территории региона за 9 месяцев текущего года. Важнейшим направлением работы органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Благодаря реализованному прокуратурой в 2017 году комплексу мер в текущем периоде отмечается снижение количества допускаемых нарушений антикоррупционного законодательства. Отмечается рост нарушений, допущенных руководством федеральных и окружных учреждений и предприятий при осуществлении закупки. Речь идет об осуществлении закупок с юридическими лицами, включенными в реестр недобросовестных поставщиков, допустивших коррупционное правонарушение. Как и прежде, в зоне особого внимания продолжали оставаться вопросы соблюдения прав граждан в социальной сфере, на которую приходится почти половина от общего числа выявленных нарушений. Принятыми во взаимодействии с органами государственной власти мерами реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере более 22 миллионов рублей. Это 118 работников различных организаций, среди которых и акционерное общество на Ренуарстрой. Совместно с прокуратурами соседних регионов в настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению прав работников иных организаций. По словам Николая Егорова, серьезная озабоченность вызывают итоги проведенных в текущем году проверок в традиционной для нашего региона отрасли хозяйствования оленеводстве, которые показали, что сельскохозяйственные кооперативы зачастую не могут самостоятельно решать накопившиеся финансовые проблемы, что приводит к нарушению прав оленеводов на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. В этой связи прокуратура НАУ предлагает пересмотреть оказываемые им меры государственной поддержки, в том числе закрепить в окружном бюджете возможность авансирования предоставляемых им субсидий, по аналогии, как в настоящее время это предусмотрено для потребительской кооперации. Важным направлением прокурорского надзора продолжает оставаться доступность для населения региона медицинской помощи, ее своевременность и качество. С принятыми мерами прокурорского реагирования восстанавливались права граждан на получение лекарственных средств, средств первой медицинской помощи, в медицинские учреждения поставлялась необходимая техника, обеспечиваясь введением эксплуатации простающего длительное время дорогостоящего оборудования. Восстановлены права более 200 граждан на проведение различных лабораторных исследований. При этом хочу обратить внимание органов власти округа на необходимость решения проблемы ненадлежащего состояния зданий и помещений учреждений здравоохранения, в особенности в сельской местности, их несоответствия к современным требованиям. При осуществлении надзора за исполнением законодательства в социальной сфере не оставлено без внимания вопросы соблюдения прав социально незащищенных категорий граждан, в особенности пенсионеров и инвалидов. В судебном порядке были восстановлены права более 100 пенсионеров на получение ежемесячных социальных выплат. Не теряют своей социальной актуальности вопросы соблюдения прав граждан в жилищной сфере. Не искорены нарушения при признании жилищного фонда ветхим аварийным, установленных сроков расселения граждан из такого жилищного фонда. Есть практика перенесения принятия решений на длительные сроки. Не способствует обеспечению законности в данной сфере эффективность реализации государственных программ, направленных на переселение граждан, в том числе из аварийного фонда. По итогам 2017 года программа переселения в полном объеме не исполнена. И такие же опасения имеются в 2018 году. Не до конца решенными до настоящего времени в регионе остаются вопросы завершения строительства социально значимых объектов, долгостроев, среди которых школы, детские сады, спортивные и иные сооружения. По фактам допущенных нарушений правоохранительными органами, в отношении недобросовестных заказчиков и подрядчиков возбуждались уголовные дела, принимались иные меры реагирования, принимались меры к возмещению причиненного ущерба. Не теряется актуальность и вопрос обеспечения экологической безопасности на территории округа. По мерам прокурорского реагирования ликвидировано более 10 объектов несанкционированного развещения отходов, продолжена работа по очистке береговой полосы реки Печора, отброшенных плат средств металлолома. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования органами государственной власти активизирована работа по установлению границ зон подтопления населенных пунктов региона, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общего пользования. Обозначу из экологических наиболее важных для региона вопросов требующие незамедлительного решения финансирования. Это организация деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, строительство нового полигона для размещения твердых коммунальных отходов в городе Наринмаре, ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, ликвидация накопленного экологического ущерба на землях сельскохозяйственного назначения и побережья и обеспечение населения округа питьевой водой надлежащего качества. В округе нерешенными остаются проблемы в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, связанные с защитой материнства и детства, профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Из всех моментов хотел бы отметить два. На сегодняшний день не реализовано право на получение жилья у 113 детей-сирот, в связи с чем депутатскому корпусу по принятию бюджета 2019 года особое внимание, необходимое для финансирования окружной программы, обеспечению доступным и комфортным жильем граждан, проживающих в Ненецком автономном округе, в части строительства или приобретения жилых помещений для детей-сирот. Эту проблему обозначила и комиссия Генеральной прокуратуры, которая работала у нас. Не менее важным для округа остается вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. По состоянию на 1 октября текущего года на очереди в целях получения земельного участка в Наринмаре и поселке Искателе стоят 445 многодетных семей. При этом введение такой меры, как предоставление компенсации взамен земельного участка, не позволяет изменить ситуацию в лучшую сторону. Там из свыше 300 очередников, из 17 только получили. И будет ли выполнена задача улучшения жилищных условий многодетных семей, еще под вопросом. В этой связи со стороны органов власти должны быть предприняты все меры, направленные на соблюдение прав указанной категории граждан. Актуальным для нашего округа остается вопрос профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам 9 месяцев текущего года наблюдается рост подростковой преступности на 9%, а также рост административных правонарушений, совершаемых подростками, более чем на 20%. Кроме того, увеличилось число преступлений против собственности и против личности. В то же время снизилось количество мошенничества и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов вдвое снизилось количество особо тяжких преступлений. В заключение своего выступления прокурор округа Николай Егоров отметил, что все обозначенные проблемы решаемы, но только при комплексном подходе и слаженной работе всех заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукьевич, Вадим Стасек, Телеканал «Север». По окончании сессии депутат Александр Чурсанов прокомментировал ежегодный доклад прокурора. По мнению парламентария, в недавнем прошлом возглавлявшего один из муниципалитетов региона, наиболее актуальные вопросы, на которые следует обратить внимание, вопрос утилизации твердых бытовых отходов, особенно в сельском местности, и вопрос строительства именно долгостроев. По мнению Чурсанова, главы муниципальных образований ежегодно сталкиваются с одними и теми же проблемами это обращение с твердыми бытовыми отходами и долгостроем. Депутат считает, что прокуратуре стоит обратить более пристальный взгляд на эти проблемы. В настоящий момент у нас определен региональный оператор, который, к сожалению, на сегодня к выполнению своих обязанностей не приступил. Есть опасения, что он не сможет к ним приступить, ввиду того, что они тариф еще не посчитали. Поэтому необходимо более тщательно этим вопросом заниматься и органам госвласти, совместно с органами местного управления, может быть, опять собирать рабочие группы и этот вопрос решать. Ну и второй вопрос, конечно же, это вопрос по нашим долгостроям, которые есть практически в каждом муниципальном образовании, на территории населенных пунктов каждого муниципального образования. Здесь, конечно же, необходимо, по моему мнению, прежде всего усилить контроль на стадии строительства данных объектов. Это и социально значимые объекты, это и объекты жилого фонда. В следующий год, когда будем слушать прокурора, отчет прокурора, посмотрим, как изменились дела в лучшую сторону, либо они не изменились, будет очень интересно. В трех многоквартирных домах по улице Авиаторов, которые в народе называют «три поросенка», будут отслеживать температурный режим после проведенных этим летом утеплительных работ. Компания «Застройщик Версаем» устранила нарушения в обшивке фундамента и утеплила здания по цоколю. В случае низких температур в очередной отопительный сезон, замеры температуры будут проводить поквартирно. Замеры температуры будут проводить согласно существующим нормативам для жилых помещений. Согласно ГОСТу, в холодный период года в жилых помещениях допустимые значения температуры от 18 до плюс 25 градусов по Цельсию. При этом для каждой отдельной комнаты устанавливается свой норматив. В случае выявления низких температур подрядчик в рамках гарантии утеплит чердачные помещения, которые также могут быть источником теплопотерь. Напомним, жители трех домов из легких стальных тонкостенных конструкций с 2014 года жалуются на холод и сквозняки в квартирах. Несколько проведенных обследований показали нарушения в обшивке дома при строительстве. В рамках гарантии подрядчик утеплял стены и цоколь здания. Речная навигация для судов речного и портового плавания в акватории Наринмарского порта завершится завтра, 26 октября. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности капитана порта Виталий Малеев. Закрытие навигации обусловлено снятием средств навигационного оборудования в акватории морпорта и на подходах к нему, а также понижением температуры воздуха до минусовых значений и появлением льдообразований. С 0 часов 0 минут 26 октября 2018 года плавание на акватории морского порта и на подходах к нему судам речного и портового плавания запрещено. А вот окончание морской навигации в порту Наринмара ожидается в первой половине ноября. Напомним, что с сегодняшнего дня завершилась навигация для маломерных судов в Канинском, Омском, Пешском, Шоинском сельсоветах. Ранее она завершилась в оставшихся муниципалитетах округа. Таким образом, по всей территории Ниньинского округа закрылась навигация для маломерных судов. Окружные полицейские предупреждают об ограничении движения по Качгартинскому мосту в период с 22 часов 25 октября до 6 утра 26 октября на участке автомобильной дороги по улице Ленина. Движение транспортных средств в районе моста через Качгартинскую курью будет затруднено в связи с проведением технологических работ. Полицейские призывают участников дорожного движения учесть данную информацию при движении на указанном участке в ночное время. Сразу семеро студентов из Ниньинского округа стали финалистами престижной национальной премии. Речь идет о всероссийском конкурсе «Студент года», который проводится Российским Союзом молодежи при поддержке Министерства образования и науки страны. Главная цель конкурса – выявление, поддержка и признание заслуг учащихся, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. С лучшими представителями окружных СУЗов познакомилась Алина Ваучейская и у нее все подробности. Масляная живопись и портрет для Елены Север больше, чем просто увлечение. Девушка буквально живет творчеством. В ее портфолио более сотни картин и множество наград. Любовь к рисованию и активную жизненную позицию оценили жюри конкурса «Студент года». Елена стала финалисткой в номинации «Творческая личность». Рисование – это как отстранение от окружающего мира. Когда у меня накапливается и я сужусь просто рисовать, для меня это отдых. Но для этого нужна полнейшая тишина. Я не люблю, когда меня отвлекают, когда я что-то делаю. И очень часто занимаюсь ночами. А вот одногруппница Елены стала лучшей в номинации «Спортсмен года». Татьяна Тюленева, студентка третьего курса специальности «Дизайн», творчеству предпочитает тренажерный зал. Победительница региональных соревнований по пауэрлифтингу свою жизнь хочет связать с тренерской деятельностью. Изначально я тоже занималась больше фитнесом, кардио для поддержания общей формы. Но, как я говорила, я уже увлеклась и обожаю эту атмосферу в зале, в которой находятся постоянные тренировки, увлечение собой до достижения чего-то большего. Как бы я все время не стою на месте, я расту, получаю разряды и мне это нравится. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Еще одну финалистку престижного конкурса, правда, уже в номинации «Общественник года» мы застали за подготовкой к танцевальному флешмобу. Лилия Уткина – гордость колледжа. Председатель студенческого совета и будущий педагог начальных классов без общественной работы и дня не может прожить. Я считаю, что если все время сидеть дома на диване, то в жизни ничего не достигнешь. И мне это интересно, и я люблю работать с детьми, поэтому… И специальность меня подразумевает работу с детьми. Не знаю, мне это нравится, поэтому я это делаю. Тут главное представлять приоритеты, потому что четвертый курс все-таки последний год, и диплом писать нужно, практики очень много, поэтому спеваем, стараемся успевать. По ночам не спим, но работаем. Еще две финалистки конкурса «Студент года» осваивают профессию финансистов. Алина Семко – одна из лучших учащихся на курсе, взяла номинацию «Профессионал». А ее подруга Валерия не только сводит дебет с кредитом, но и активно участвует в общественной жизни колледжа. Поет, танцует и занимается спортом. Такое разностороннее развитие принесло Валерии самую серьезную номинацию – гран-при. Я когда увидела свою фамилию, у меня прямо все затрясло. Ну, как бы, все равно радость какая-то. И гордость, что мы поедем защищать свой округ. Я просто, Лера скидывает эти скриншоты, эти все списки. И, о, классно, я поеду. Сейчас девушки усиленно готовятся к финалу и выполняют конкурсные задания. Ведь совсем скоро им предстоит защищать честь Ненецкого округа, соревнуясь с молодыми и талантливыми ребятами со всей страны. Ну, это, конечно, радость, потому что этому предшествовала большая работа. Много сидели с документами, оформляли портфолио, думали о том, как пройти собеседование. Готовили студентов к видеоконференции. Поэтому, когда вдруг такой успех, шесть студентов из семи заявленных – это, конечно, большая радость. Всего в финал прошли семеро студентов из Ненецкого округа. Всероссийский этап премии пройдет в Астрахани. Имена победителей назовут 10 ноября. Алина Волчейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова